Минобороны заявило, что усилило границу танками и провело стрельбы. В деревнях на границе с Украиной установят систему запуска сирен. Генесиак ООН официально пригласил Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития, а на трассе М5 Гумель-Минск на белорусских военных совершили нападение. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайки и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что Генесиак ООН официально пригласил Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба диктатора. Саммит пройдет в сентябре 2023 года. Нелегитимный в ответ якобы направил Антонио Гутеришу послание о справедливом меропорядке и санкционном оружии. Напомню, что накануне региональный директор по Европе и Центральной Азии Управление ООН Гви Йонсон заявило, что те успехи, которых достигла Беларусь по достижению целью устойчивого развития, это исключительный пример того, как может работать страна. Но я отмечу, что Лукашенко уже третий день не появляется на публике. Его рабочие завещания, запланированные давно, отменяются, а пресс-служба диктатора ограничивается сообщениями о поздравлениях и приглашениях. В Беларуси собираются издать сборник стихов местных поэтов с Зе-Свастикой. Новым сборником похвастался поэт из Браслова Виталий Шлобович. Он руководит местным литературным объединением буква «Твердый знак». Однако его, судя по всему, скоро переименуты в духе времени. Шлобович поделился обложкой издания, на котором красуется Зе-Свастика. Это символ российской агрессии против Украины. Автор утверждает, что в сборнике представлены стихи более 60 поэтов из Беларуси. Белорусские дальнобойщики устроили свой протест в Польше. Они ходят по зебре. Протестуют водители, конечно же, на территории Польши. Все из-за страйка польских дальнобойщиков, которые фактически блокировали терминал на единственном работающем погранпереходе. Они требуют от власти приостановить регистрацию компаний с белорусским и российским капиталом и запретить въезд в Польшу полуприцепом с белорусскими и российскими номерами. В данный момент пропускная способность в кукурыках составляет одна машина в час, причем сначала пропускает авто на европейских номерах. Мигранты все чаще ведут себя агрессивно и нападают на польские патрули. Вчера возле польского погранпункта Белая Вежа мигранты напали на патрули, пресекающие попытку незаконного пересечения границы. Все чаще мы наблюдаем агрессивное поведение иностранцев, которые нападают на польские службы, потому что хотят любой ценой добиться своей цели – пробиться. Белорусские спецслужбы постоянно помогают в незаконном пересечении границы, предоставляя технику для пересечения границы, говорится в сегодняшнем заявлении польских пограничников. В четверг 11 мая границы Польши и Латвии со стороны Беларуси пытались перейти 159 мигрантов. В деревнях на границе с Украиной установят систему запуска сирен. Как сообщает издание «Флагшток», Гомельское областное управление МЧС объявило тендер на закупку устройств, которые разместят в 52 населенных пунктах. Большинство из них появится в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наравлянском и Ельском районах, откуда в начале 2022 года российские войска нападали на Украину. Ну а размещать сирены планируется на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозах. Общая сметная стоимость работ составляет 433 тысячи белорусских рублей, а запустить систему хотят до декабря 2023 года. Нападение на военных на трассе М5 в Гомельминск. Так называемое Министерство обороны режима сообщило о предотвращении нападения. Якобы вчера вечером на участке автодороги М5 водитель большегрузного автомобиля осуществил попытку нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств на группу военнослужащих. После нападения водитель попытался скрыться, однако действиями, предпринятыми военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. Никто из военнослужащих не пострадал, передает пресс-служба так называемой Минобороны. А как вы считаете, ребята, было ли вообще нападение или это очередная прохладная история с целью получить награды и дать пищу для гиен пропаганды режима? Обязательно пишите в комментариях. Также, что касаемо Минобороны, лукашисты заявили, что усилили границу танками и провели стрельбы. Где именно граница была усилена машинами Т-72Б, не сообщается, однако Минобороны рассказала, что военные организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование, районное сосредоточение и осуществили маскировку вооружения военной и специальной техники. Ну а на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Слава Украине! Живи Беларусь!